здравствуйте друзья хотел с вами поделиться наблюдением интересным значит те из вас кто так может быть издалека или наоборот там даже поближе наблюдает за колебанием цен там на нефть на газ я не знаю на энергоносители те из вас заметили что за последние там ну не знаю сколько что пару месяцев как бы нефть так потихонечку вверх пошла вот и не безумно там ну ну все-таки вот какой-то такой рост сегодня вот с утречка что-то брони там 45 долларов было это это все таки не 2628 хотя и не 65 как было год назад но все-таки ночью как-то так и а я-то внимательно слежу и на протяжении какого-то периода времени и вот там все время люди объясняют вот они они не просто говорят я ожидаю что будет расти или я ожидаю что будет падать они какие-то вот у них аргументы и в частности вот это соотношение например спроса и предложения насколько заполненные резервы вот емкости резервные то есть вот если допустим нефть добывается сейчас больше чем потребляется но хотя бы можно ее распихать там по каким-то нефтехранилищем а вот когда кончаются нефтехранилища тогда что эти вот это много много факторов там все это суммируется и плюс надо понимать конечно что рынок ценных бумаг рынок вот сырьевой люди которые цену назначают или кому соглашаются ее платить и так далее они смотрят на может быть там полгодика вперед это не то что вот прям сегодня они сегодня да но вот через полгода и вот они туда закладываются потихоньку поэтому часто ошибаются потому что за и за за полгода то что может произойти неожиданного такого что они не взяли в расчет короче когда ты следишь за этим читаешь интересуешься то начинаю чувствовать себя умным таким знающим вот такой фактор сикой фактор еще какой-то факт думаешь там закрутили замудрили вот с другой стороны если достаточно долго наблюдать что развивается некоторый цинизм когда выгодите они конечно рассуждать рассуждают но все равно ничего не знают поскольку там так много неизвестных факторов что в общем то все все что они сегодня говорят может завтра совершенно перевернутся и так далее это тоже правда то есть как бы то и другое правда то есть конечно важно знать тонкости но как бы абсолютизировать нельзя потому что есть не не известные факторы неожиданны и вот на днях значит читаю на блумберге такую заметочку человек рассуждает о повышении вот центром сейчас на нет они это объясняют тем что во-первых кое-где нарушение в поставках происходит там в странах где беспокойстве беспокойно нестабильность никто с другой стороны говорят что в сша выросло потребление бензина потому что бензин дешевый люди стали покупать больше таких газов в смысле бензина пожирающих автомобилей такая тут тенденция сложилась на повышение потребления дешевле больше потребляют чтобы есть смысл в этом деле короче значит как бы объясняют почему вот это соотношение спроса и предложения которые сейчас все равно в пользу предложения то они больше добывают нефти чем на самом деле и и употребляют но это говорит вот это временно пришел в перспективе мы видим вот туда идет ближайшей перспективе скажем полгода и так они логически все обосновывали и тут статья такая значит и статья говорит как бы снова не жахнулась значит на 30 долларов 45 почему вот тут очень интересное обоснование рисуют картинку как было год назад было год назад сначала значит там росло росло там до 60 как там там не помню что там доросла потом как жахнулась и вот это картинка которая сейчас с этим ростом она так параллельно вот той с тем ростом пониже конечно цены сейчас другие вот и говорят смотри-ка вот тут это прямуля если этот отрезок он шел шел потом был облом и сейчас он так похоже идет как бы снова облома не было то есть пойти уровень рассуждений неожиданный такой да вот как бы по картинке то есть что я хочу сказать что очень часто народ так высказывается на эту тему и там у них аргументы 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 а вот вот тебе аргументы понимаете и может быть они и правы в том смысле что вот сейчас все как испугаются и это и упадет не потому что вот изменилось соотношение спроса и предложения просто например все сразу испугались вот это тоже серьезный такой рыночный фактор вот чего испугались но кто-то чего-то сказал я помню потрясающая была история уже с датами с цифрами не так сильно помню но вот за год до обвала интернет бума там кто это был большой начальник короче по денежкам вот что-то сказал что там как-то быть быть как какой-то коррекшен что-то не к добру вот то что сейчас происходит как рухнуло все вот просто человек сказал как все рухнуло поэтому друзья вот с этого и начался вот обвал рынка и то что потом вылилось в интернет в обвал интернет бума вот вот в этот момент началось так что все рови счастливо